А можно попробуем? А я хотела попробовать. Можно возьму? Приветствую вас на канале в гостях у Анушки. И сегодня я буду готовить очень вкусные, пышные пончики. Рецепт, как всегда, из доступных и простых продуктов. Надеюсь, вам он понравится. Давайте готовить! Приготовление я всегда начинаю с опары. Наливаю теплое молоко. Всыпаю дрожжи. Я использую сухие дрожжи. Если хотите использовать свежие, тогда берите 30 г. Сюда же добавляю немного сахара. Примерно 1 столовую ложку из общего количества. Теперь добавляю муку. Муку можно предварительно просеять. Я просеиваю сразу в миску. Муку для опары также беру из общего количества. Добавляю муку до тех пор, пока не получаю вот такое густое тесто. Оставляю опару на 15 минут. В другую миску всыпаю оставшийся сахар. Добавляю 1 яйцо. Пол чайной ложки соли. И чайную ложку ванильного сахара. Хорошо все перемешиваю, чтобы сахар растворился. И оставляю в сторону. Через 15-20 минут вот так вот хорошо поднимается опара. Если этого у вас не произошло, значит у вас испорченные дрожжи. Либо же вы слишком сильно нагрели молоко. Теперь опару отправляю в яичную смесь. И все хорошо перемешиваю до однородности. Тесто я буду вымешивать при помощи миксера, но точно так же все можно сделать и руками. Теперь добавляю просеянную муку. Муку добавляю постепенно. И после того, как получила вот такое вот густое тесто, добавляю сливочное масло. Сливочное масло я немножко растопила в микроволновке, чтобы оно было вот таким вот мягким. Для того, чтобы масло легко соединилось с тестом, сразу же продолжаю добавлять муку. На данном этапе, в общем, у меня ушло 450 грамм муки. Тесто еще немного липковатое, поэтому я добавляю еще примерно 2 столовые ложки муки. Если вы будете вымешивать тесто руками, я вам советую помыть руки после того, как добавите 450 грамм муки. И уже чистыми руками проверить тесто, насколько оно липкое. Вот такое вот должно получиться тесто. Оно совсем капельку липнет к рукам. Пока я занималась тестом, у меня духовка грелась при температуре 30 градусов. Теперь выключаю духовку и отправляю туда тесто на 40 минут. Тесто также можно оставить просто при комнатной температуре примерно на 1,5 часа. Тесто должно вот так вот хорошо подняться. Теперь стол подпыляю мукой и переношу тесто. Сверху тесто также можно подпылить мукой, чтобы оно не липло к рукам. И раскатываю тесто. Когда вы работаете с дрожжевым тестом, в помещении не должно быть никаких сквозняков. И желательно, чтобы было тепло. Тесто раскатываю толщиной примерно 1 см. Теперь при помощи стакана буду вырезать будущие пончики. Можно взять вот такой вот большой стакан. Получатся большие пончики. Я буду использовать вот такой маленький стакан. Стол хорошо посыпаю мукой и переношу туда заготовки. Остатки теста снова собираю, раскатываю и вырезаю. Теперь будущие пончики накрываю пленкой и оставляю примерно на 15-20 минут. Жарить пончики нужно в большом количестве масла. Я наливаю масло примерно на 3 см. В разогретое масло опускаю деревянную лопатку или палочку. Если вокруг палочки собираются пузырьки, значит масло нагрелось. Пончики вот так вот хорошо поднимаются. Их нужно аккуратненько взять и отправить в горячее масло. Жарю пончики на огне чуть выше среднего, до румяного цвета с двух сторон. Пончики жарятся очень быстро. На обжаривание всех пончиков уходит примерно 10 минут. Готовые пончики переношу на блюдо, застеленное бумагой. Бумага впитает в себя лишнее масло. Вот такая вот гора пончиков получается за 10 минут. Теперь можно приготовить шоколадную глазурь. В ковшике у меня 100 г сахара. Добавляю 2 столовые ложки какао. Хорошо всё перемешиваю до однородности. И добавляю 4 столовые ложки сметаны. Хорошо всё перемешиваю и отправляюсь к плите. Буду греть массу на среднем огне. Как только появятся вот такие бульки, сразу снимаю глазурь с плиты. И добавляю кусочек сливочного масла. Вот такой вот получается глазурь после остывания. Буду наполнять пончики. Край мешка я зажимаю прищепкой, чтобы глазурь не вытекала. И наливаю немного глазурь в мешок. Если у вас нет кондитерского мешка и насадок, тогда каждый пончик можно просто опустить в глазурь, дать немного стечь глазури. И пончики готовы. Сверху пончики я посыпаю посыпкой. Если вам понравилась моя посыпка и её приготовление, вы можете найти на моём канале. Ссылку также я оставлю в описании. Вот такие вот пышные и очень вкусные получаются пончики. Пробуйте, друзья, готовьте. Делитесь этим видео с друзьями. Если всё понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Спасибо за внимание и до новых встреч! До новых встреч!